Батьковщина является политической силой одного лидера. Как показывают последние события, это скорее минус, чем плюс для политической силы. Как можно справиться с этой проблемой? И пойдет ли Юлия Владимировна на то, чтобы поднять на свой или хотя бы близкий к своему уровню еще нескольких лидеров этой политической силы? Я очень сомневаюсь в таком сценарии. Мне кажется, что здесь какие-то минимальные исправления или тактические шаги не помогут. Вся партийная система Украины устроена таким образом, что она в принципе не идеологична. А зная склад характера и путь размышлений Юлии Владимировны, можно сделать вывод, что вряд ли... Это же путь размышлений. Можно предположить. Я сомневаюсь в том, что в Батьковщине могли бы появиться еще какие-то лидеры, хотя бы в половину такого же уровня. Другие первые лица партии, ну тот же Турчинов, они все-таки по своей харизме не дотягивают до уровня Юлии Владимировны. А вот как раз что, мне кажется, есть позитивного введения мажоритарной системы выборов, хотя бы частично. Она очень радикальна, но все-таки пытается решить этот вопрос, что украинским политическим партиям нечего предложить избирателям. Ну да, когда один лидер, ну это в любых условиях, это только в военных условиях, когда единое начали, то есть когда жесткая, идет, ну скажем так, оппозицию, гнобят в тюрьмах, то есть политического процесса никого нет. И когда один лидер, в принципе, это позитив, да. Ну потому что объединяются люди. А когда, ну все-таки, ну что бы мы ни говорили, мы живем в относительной или в достаточно свободной стране. Достаточно просто заглянуть к нашим соседям, что белорусским, что к российским, понять, насколько все-таки у нас либеральный режим. И всегда он был более либеральный, там, ну буквально там год-два последних кучмовских, да, он был так более жестким, да. То есть всегда есть возможность и самореализовывать, да. Ну опять-таки я повторюсь, постоянно это говорю, оппозиция, которая, для которой власть, это исключительно получение возможности, как говорится, ну так же, как и всем нашим политическим силам, да, дорваться до бюджета. Понятное дело, что она не способна ничего, как бы, родить, в принципе, нормально, да. Просто потому что она идеологически, то есть вот те люди, которые стоят возле Юли, в чем проблема, да, вот Юли? Они не готовы, ну, грубо говоря, умирать за нее, да. То есть они готовы постоять, сократить свой отпуск, там, неделю. Но, если честно, это недолго постоять, потому что многие уже перестали. Да, что-то еще сделать, да, как бы, ну, такие, как бы, да, видимые, да, там, пострадать, ну, как говорится, в ограниченных условиях. Я знаю, просто лично, там, многих депутатов и все остальное, некоторые не сократили свои отпуска абсолютно, да. Некоторые легли в больницу, типа, как бы, да, и на самом деле, не, сразу, не, они поехали за рубеж, но официально у них неизлечимые болезни, которые надо вылечить, чтобы Юлия Владимировна на них не злилась, как бы, да. Да, и только тем, кому нужно, вот, ну, там, видели, как засветился это, Зарян Шкиряк, да, тем, которым нужно это, ну, реально попасть просто в список, те, вот. По-моему, единственный выигрыш, выигрыш, да, вот, да, 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 он единственный, я ему постоянно об этом и говорю, что он единственный, кто выиграл, да, из-за всего этого. Ему желательно, наверное, чтобы Юлию Владимировну и не выпускали, как бы, да, потому что, как бы, она затмит его солнышко своим, так сказать, сиянием и все остальное. Но, опять-таки, Батьевщина находится, к сожалению, что сильнейшая оппозиционная партия, крупнейшая находится в ужасном состоянии, и в основном из-за того, что единочалия и приветствование серости, которое всегда существовало в Батьевщине, да, где, опять-таки, это не исходя из личных амбиций Юлии Владимировны, просто, как раз, Тимошенко как раз всегда приветствовала новые лица, она была, ну, так сказать, симпатизировала. Были у нее фавориты и все остальное, но просто многими вещами в силу своих, так сказать, особенностей она не занималась, да, этими занимались серые кардиналы, мы их все фамилии знаем, а вот серые кардиналы уже, естественно, не потерпели ни ярких личностей, они не уничтожали, покупали, ну, все, что можно, дискредитировали и так далее, и так далее. И своего добились, что некому, некому слово сказать на митинге, да, некому там выступить. В этом смысле, да, излишняя технологичность блока Юлии Тимошенко, она как раз убила суть, и теперь мы будем наблюдать. Ну, это просто ужас, я вот про вчерашние события опять-таки возвращаюсь, да, ужас просто, да, вот я там много комментариев раздавал, и лидеры оппозиции садят в тюрьму, 43% избирателей за нее проголосовало. Она, ну, ярчайший представитель нашего политикума последних 10 лет, 200-300 человек. Тут только предположение, что отберут кусок какого-то льготы у людей, да, они уже штурмуют Верховный Совет, понимаете? Ну, то есть, вот это лишний раз и подтверждает, что нужно нашему народу, а что, так сказать, просто навеялось рекламой, пиарщиками и так далее.